Гоша ничего и не слыхала. Жаль, что ему пришлось доживать свои дни в работном доме, но я даже при всем желании ничего не смогла бы для него сделать. В кухне становилось слишком уж весело и шумно, и я решила подняться к себе и лечь спать. И снова мною владело то странное состояние, когда тело спит, а сердце бодрствует. Я пробудилась еще затемно и долго сидела у окна, дожидаясь, когда на востоке забрежет разоря и прислушиваясь к рождественским каляткам, доносившимся с темной улицы. Пронзительные разудолые голоса, распевавшие под моим окном, живо напомнили мне святочное хождение у нас дома. Далекое нестройное пение постепенно нарастало, подходило все ближе, становилось все громче, пока, наконец, мы не отворяли дверь, чтобы одарить певцов сладкими домашними пирожками и яблоками из нашего сада. — А вдруг там поют и сейчас, в эту предутреннюю пору? — подумалось мне, и мое сердце заколотилось. — Скорей, скорее собираться и в дорогу, домой. Я поднялась, как только услышала, что в доме проснулись и поспешила спуститься к завтраку, но все-таки тронулась в путь не раньше девяти утра. Я никому не сказала, куда собираюсь идти. Провожатых я не нуждалась. Каждый поворот, каждый изгиб этой дороги был мне знаком с детства. Когда я дошла до леса и ступила на едва заметную извилистую тропинку, ведущую к родным местам, на сердце у меня стало легко-легко, как у перелетной птицы, отыскавшей свое старое гнездо. К утру приморозило, и небольшой снежок, выпавший ночью, укрыл сахарной глазурью каждую ветку. Солнце еще только вставало из облаков, но его косые лучи уже пронизывали густое кружево ветвей. Воздух был морозный, свежий, и его леденящее прикосновение остудило мою пылающую голову. Лес нисколько не изменился. Здесь все было, как в пору моей юности, и я снова ощутила себя молодой. Тропинка также послушно ложилась мне под ноги, как в те далекие дни, когда я была сильной, счастливой девушкой и радовалась прохладному дыханию с зимнего утра. Да чего же тихо было кругом! Только сухие заиндивилые ветки хрустели у меня под ногами. Летом в лесу такого безмолвия не бывает. Еще до рассвета здесь начинают щебетать проснувшиеся птицы, а с первыми лучами солнца лес наполняется неумолчным гомоном, гудением, жужжанием. Как ласкала мой слух эта дивная тишина после лондонского шума и грохота. Я все ближе и ближе подходила к дому, и с каждым поворотом приходили новые воспоминания о былых, давно утраченных днях. Так должно быть, наша праматерь Ева в старости пробиралась тайком к вратам Эдема и с тоской глядела на тропинки сада, по которым ей не суждено было больше ходить. Но я отошла по этим старым тысячу раз ухоженным дорожкам. Вон дуб, на который Стивен так любил взбираться. Он вечно прятался в густых ветвях прямо у меня над головой, когда я ходила встречать его из школы. А вон побеги лесной земляники, с которых он срывал маленькие красные ягодки и насаживал их на длинную жесткую травинку, чтобы свежими, не мятыми, принести их домой и угостить меня. А вон и сосновая рощица, которые всегда напоминали мне высокие колонны и своды Сетемилинского аббатства. Наверное, Фибий в этот час уже там с неудоумением оглядывается по сторонам, гадая, от чего я не пришла. Впервые за все это время я подумала о Фибий, и странная растерянность охватила меня. В этот час верующие сходили в церковь на богослужение. Я поняла это по отдаленному колокольному звону, да воносившемуся сквозь лесную тишь. Колокола были едва слышны, но звучали призывно и весело. Наконец я вышла из леса и свернула к полю, где уже не было протоптанной дороги, но виднелись чьи-то среды, шедшие прямо через борозды коричневой пахоты. Эта земля принадлежала когда-то ферме моего отца, и тот час я увидела перед собой одинокую гору, всю засыпанную снегом и поблескивающую в лучах утреннего солнца. Замерев от радости, я прислонилась к забору и глядела, глядела на нее, пока мои бедные глаза не заволокло слезами. Еще несколько минут, и я увижу отцовский дом, а рядом с ним просторный двор, выстроившийся в ряд стога пшеницы и сена, и мой милый сад. Я подумала о том, что наш Господь по воскреснении Своем верно для того пришел в Галилею раньше учеников, чтобы навестить свое старое жилище, поглядеть на поля и сады, и холмы, окружавшие Назарет. Очнувшись от своего недолгого оцепенения, я заметила, что солнце померкло, а с северной стороны на гору наползают тучи. Теперь я шла совсем медленно, потому что от волнения меня все трясло, а дыхание стало коротким и прерывистым. Мне показалось, что прошла целая вечность, прежде чем я добралась до Перелаза, откуда открывался вид на наш дом, лежавший в небольшой круглой лощине, будто в сложенных горсочкой ладонях. Я подошла к Перелазу и оперлась на него обеими руками. Кандаверские колокола все еще вызванивали призывную мелодию. Солнце совсем скрылось в тучах. Я смотрела и смотрела вокруг, но дома нигде не было. Он исчез, его словно смело каким-то чудовищным ураганом, не оставившим от него камня на камне. Сначала я не поверила своим глазам. Слишком велико было потрясение, чтобы поверить, что это не сон. Я перебралась через Перелаз и вошла на Губна. Там еще виднелся одинокий сток сена, но все остальные решетки были пусты, а вместо навеса, под которым обычно стояли повозки, громоздилась куча мусора. От хозяйственных построек остались одни опоры. Дом был полностью снесен. Но еще можно было различить, где раньше находились комнаты, старая кухня, где мы сидели по вечерам и гостиная, куда входили только по воскресеньям. Когда-то здесь был дом, и в нем жили мы, отец, Стивен и я. А теперь от нашего жилища остались одни развалины, и по ним бродила я, такая же старая развалина. Вокруг не было ни души. Что же делать? Идти в Кондовер? На это у меня уже не хватало сил. Садовая калитка валялась на земле, сорванная с петель. Я пошла в старый сад и направилась по тропинке к тому месту, где когда-то находилась наша пчелиная беседка. Все было укрыто снегом, белым, застывшим, как саван, покрывавший лицо моего умершего отца. Здесь его выпало гораздо больше, чем в лесу. Я пошла по сугробам, оставляя глубокие следы, единственную примету живого существа в этом безжизненном месте. Ветер стих, и тяжелые ветви, поникшие под тяжестью шнежного покрова, были скованы оцепенением. Все было мертвое. На этой земле царились смерть и мрак, ни единого звука, ни единого движения, ни единого признака жизни. Мой дом лежал передо мной, как мертвое тело, которому уже никогда не подняться. Я взглянула на гору. Она вздымалась, как башня, затмевавшая солнце, пустая и холодная, страшная, как сама смерть, и над ней распростелось такое же холодное серое небо. Я опустилась на обрубок ствола, валявшегося у пчелиной беседки. Мне и самой хотелось умереть. Глава двадцать четвертая С этого момента Марджери не в состоянии продолжать свой рассказ, так как не помнит, что с ней происходило потом, и мне, Фибе, ничего другого не остается, как только взять дальнейшее повествование на себя. Я попытаюсь изложить вам все, что удалось восстановить нам с капом, после того, как мы самым тщательным образом исследовали все передвижения Марджери, начиная с описанного ею рождественского утра и заканчивая той ночью, когда мы ее обнаружили. Кап говорит, что иногда тяжелое нервное потрясение может стать причиной частичной утраты памяти, так что пострадавший человек не может припомнить событий, последовавших за этим. Но с Марджери дело обстоит не совсем так. Время от времени у нее возникали какие-то мимолетные и смутные воспоминания, и мы скрупелезно записывали все, что она рассказывала. Кроме того, мы встречались и беседовали с людьми, с которыми она сталкивалась во время своих скитаний. Полученные от них сведения помогли нам составить более или менее ясное представление о том, что приключилось с Марджери за это время и предложить вам достаточно обстоятельное изложение дальнейших событий. Однако вначале, я думаю, следует рассказать о том, как я провела тот рождественский день, когда Марджери бродила как призрак среди руин своего старого дома. Откровенно говоря, настроение у меня было никудышнее. Тедушка Мосс до того истерзала меня своими нескончаемыми придирками и причитаниями, что я сознательно ища душевного покоя и утешения отправилась в аббатство, где рассчитывала, как обычно, встретить Марджери. В церкви ее, разумеется, не оказалось, что меня весьма озадачило и даже несколько встревожило. Возвратившись домой, я покормила тетушку, чем Бог послал, и решила сходить и выяснить, не случилось ли с ней чего-нибудь. Входная дверь была не заперта, и я поднялась прямиком к мансарду. Каково же было мое изумление, когда в комнате Марджери я застала целый выводок детишек, шумевших и галдевших так, как это умеют делать только дети. Вероятно, мисс Браун услышала, как я вошла, а может, ее насторожило то, что дети внезапно притихли, потому что она не замедлила выскочить на лестничную площадку. Завидев меня, она сообщила, что Марджери куда-то уехала, вышла из-за мурана утром и унесла в дорожной корзинке все свои вещи, за исключением одной коробки, которую оставила на попечении мисс Браун. Еще она сказала, что почти все имущество Марджери, часы, платье и все такое прочее, давным-давно заложено в ломбард. Я была потрясена тем, что Марджери так обнищала, а главное, никогда не обмолвилась об этом ни единым словом. А я-то хороша. Быть настолько слепой, настолько занятой собственной персоной, чтобы взвалить на Марджери свои трудности, не замечая, что ей самой приходится во сто крат тяжелее. Миссис Браун сказала, что последний месяц она наверняка жила в проголодь, хотя сама, должно быть, не отдавала себе в этом отчеты. Пост — штука коварная, сказала она. Постишься, постишься, да и сама-то не заметишь, как уморешь себя голодом. От этих слов я невольно содрогнулась. — Да, но почему она бросила свою комнату? — спросила я. — Видите ли, — сказала миссис Браун, — я всего лишь бедная вдова и должна регулярно отдавать арендную плату, а она, когда ей прекратили выдавать пособие, уже не могла вносить деньги в срок и задолжала мне за несколько недель. К тому же моя дочка собралась переезжать вместе с детьми ко мне, и как только я сказала об этом Марджори, то сразу же решила съехать отсюда, а в счет долго оставила мне свою кровать и постельное белье. Но мне-то было отлично известно, что никакой арендной платы мисс Браун отдавать не нужно, и разозлилась на нее за эту ложь и бессердечное отношение к Марджори, которую та знала не первый год, но до поры до времени я почла за благо сдержаться. — Вы имеете хоть какое-то представление о том, куда она могла поехать? — спросила я. Она вроде бы собиралась ездить в родные края, навестить свой старый дом, и еще говорила, что что-то об экскурсионном поезде он должен был отправиться вчера утром. Не удивляюсь, если она решила вернуться в свой приход. Впрочем, я ей лишних вопросов не задавала. В конце концов, не мое это дело. — И совершенно напрасно, потому что это тоже должно быть ваше дело! — вскричала я против собственной воли, загораясь гневом. — Вы, себелюбивая, никчемная женщина, а Марджори еще ходила за вами, кормила, поила вас с ложечки, когда вы болели! Как обычно, эта вспышка гнева не принесла ничего хорошего. Мисс Браун на меня надулась, и больше из нее невозможно было вытянуть ни слова. Она всегда была остроптивой, корыстолюбивой старухой. Удивительно, как это Марджори умудрялась с ней ладить. Делать было нечего. Я вернулась домой, и все рассказала тетушке. Ошеломленной этой новостью, она даже перестала сокрушаться о своей плачевной участи. Она даже не противилась, когда я решила сходить на Падынгстонский вокзал, откуда Марджори должна была начать свое путешествие. На вокзале я увидела объявление об экскурсии в Торнбери. В нем я вычитала, что экскурсионный поезд возвращается в Лондон в будущий понедельник. Сегодня был только четверг. Я поговорила с носильщиками, и самым подробным образом описала им внешность Марджори, однако они так и не смогли ее припомнить. Что ж, для них она была всего лишь седовласая старушка в поношенном черном платье. Впрочем, один из них любезно сказал, что вроде бы припоминает такую. Я уже собиралась уходить, как вдруг услышала, что прибывает поезд из Ливерпуля, и решила задержаться минутки на две, из чистого любопытства. Мне хотелось посмотреть, как будут выходить пассажиры. И как же я была удивлена и обрадована, какое потрясающее облегчение испытала, увидев, что из вагона на платформу спускается кап, весь загорелый, с обветренным лицом. Поначалу он меня не заметил, и мне даже пришлось бежать за ним, потому что он шагал очень быстро. Я догнала его, и обеими руками схватила его за руку. — Фиби! — изумленно воскликнул он, слегка задыхаясь от быстрой ходьбы. — Как ты догадалась, что я приезжаю сегодня? Я не знала, смеяться мне или плакать, и кап, который всегда все сразу подмечает и понимает, увидел, что я чуть не плачу и вся дрожу от нервного возбуждения, просто взял меня за руку и молча повел дальше. — Как это получилось, что ты вернулся сегодня? — спросила я, немного владев собой. — А мы шли на всех парах, чтобы поспеть домой к Рождеству, — сказал он. — Как только прибыли в Ривельпуль, я сразу же сошел на берег и чудом успел на лондонский поезд. — Проведем рождественский вечер втроем. Ты, я и месь Марджори. — Ах, кап, — расплакалась я, — Марджори нет. — Как нет? — повторил он и прямо побелел весь от ужаса. — Она что, умерла? — Нет, нет, — закричала я, и чтобы успокоить его, крепко стиснула ему руку. Потом я рассказала ему то, что знала. Кап стоял пораженный, и видно было, что он силится осмыслить все, что я сказала, особенно насчет того, что благотворительное общество Бида отняло у бедной Марджори пособие. — Что же она мне ничего не сказала? — воскликнул он наконец. — Ведь у меня отложены кое-какие деньги, и они принадлежат столько же ей, сколько и мне. Друзья должны делиться друг с другом своими трудностями и носить времена друг друга, а ты, Фиби, неужели ты ничего не могла для нее сделать? — Пришлось рассказать ему о том, что я потеряла свое место и с тех пор безуспешно искала другой работы, во всяком случае такой, которая давала бы верные средства к существованию, и о том, как тетушка непрестанно терзает и себя, и меня. Кап слушал меня, и глаза его были серьезны и печальны. — Теперь, — сказал он, — я никогда не смогу быть полностью уверен, что в мое отсутствие те, кого я люблю, живут благополучно и счастливо. Я буду думать, что они просто скрывают от меня свои беды. Я буду всегда бояться, что с вами стряслось какое-нибудь несчастье, а вы не хотите мне об этом говорить. — Нет, нет, милый кап! — возразила я. — Пожалуйста, не говори так! Я обещаю, я даю тебе честное слово, что я буду рассказывать тебе все без утайки. — Вечер был холодный, но мы с ним этого не чувствовали. Нам столько всего нужно было обсудить. Большей частью мы, конечно, говорили о Марджоре. Кап сомневался, что она поехала в Кондровер, потому что она не раз упоминала о том, что у нее там не осталось никого из старых друзей. — Фиби, — сказал он, — я хочу тебе открыть один секрет. Он касается не меня, поэтому я тебе раньше ничего об этом не рассказывал. Дело в том, что мои секреты и твои. Это не совсем одно и то же. Врачу нередко доверяют тайны, которые он не имеет права разглашать никому, даже своей жене. Но мне кажется, что об этом ты должна знать. Тогда-то я и узнала про Стивена Бида и про то, какой он богатый и влиятельный человек. Кап обнаружил, что он живет в особняке на Пикидалии, владеет большими поместьями в Австралии, а свою старшую дочь собирается выдать за старшего сына сэра Фрэнсиса Пембриджа. Кап был убежден, что он-то и есть брат Марджери, а вот мне в это как-то не верилось. Не верилось, что человек вообще может быть таким жестоким и неблагодарным, а тем более тот джентльмен с приятной внешностью и изысканными манерами, которого я знала как брата Марджери. «Мы пойдем к нему и спросим напрямик, знает ли он что-нибудь о ней?» Храбро сказал Кап. «Если он ей брат, то он просто посочувствует нам. А если он ей не брат, то он просто посочувствует нам. А если все-таки брат, то я хочу убедиться, есть ли у него сердце. Мы расскажем ему, какая она бедная и несчастная». До Пикаделии было не так уж далеко. Да и к чему было торопиться домой? Не для того же, в самом деле, чтобы поскорее всем нам оказаться в обществе тетушки Мосс. Подойдя к дверям особняка, Кап позвонил уверенно и властно. Дверь открыл дворецкий, державшийся поистине королевским величием. Мы сказали, что хотели бы повидать мистера Бида, и, вопреки моим ожиданиям, он не стал говорить, что хозяина нет дома, а, напротив, провел нас в гостину и даже изволил собственноручно поворошить угли в камине, чтобы жарче разгорелись. После этого он попросил нас немного подождать и вышел позвать своего господина. Мистер Битт не заставил себя ждать и, кажется, даже не очень удивился, увидев нас. Он дружески пожал мне руку, видно в знак того, что отлично помнит нашу встречу у кузена Мосса, и предложил сесть в кресло. Но вид у него был какой-то удрученный, я бы даже сказала, униженный, и это меня сразу поразило. Мистер Мосс, очевидно, приходил сегодня. Обратился он ко мне. — Нет, — ответила я, — сегодня мы с кузеном не виделись. А вы разве недавно встречались с ним? — Я ходил к нему нынче утром, чтобы справиться о своей сестре Марджори, — тихо сказал он. — Я думал, это он прислал вас с каким-нибудь известием о ней. От удивления я прямо онемела и только молча водила глазами от одного к другому. Мистер Бит стоял, облокотившись о каминную полку, и глядел куда-то в сторону. Кап стоял рядом с моим креслом, и на его лице, самом открытом, самом честном лице в мире, были написаны все чувства, обуревавшие его в этот миг. — О вашей сестре Марджори! — скричал он. — Да, о моей сестре, — с болью проговорил тот. Двадцать лет я отказывался признавать ее, и вот теперь, наконец, хочу это сделать. Мы с Капой молчали. У мистера Бида губы кривились и дрожали, как будто ему было очень больно, и он не хотел этого показывать. — Я расскажу вам все, — вдруг, — воскликнул он, глядя на меня, — и, может быть, вы пожалеете меня и не станете судить слишком строго за это безрассудство. Марджори вывела меня в люди. Ее усилиями я получил и хорошее воспитание, и образование, но я был преисполнен гордыней и самых чистолюбивых устремлений. Я никогда не говорил жене, что у меня есть родственники. Более того, перед вашей свадьбой, перед нашей свадьбой я сказал ее отцу, что я последний и единственный отпрыск старинного иоменского семейства с длинной родословной. Мой тесть принадлежит к роду Пембриджей, но в юности, будучи отъявленным шалопаем, он был отправлен в Мельбурн, там значительно преуспевал в делах. У него были лучшие овечья пастбища во всей колонии и стал одним из богатейших людей в стране. Я ему полюбился, но он ни за что не отдал бы за меня свою дочь, если бы узнал, что я из простой фермерской семьи. Вы меня понимаете? Да, понимаю, сказала я. Вы поступили так из любви к девушке. Отчасти из любви, кивнул он, криво улыбаясь, отчасти из чистолюбия. Мой будущий тесть был человек благородный и поверил мне на слово, тем более, что ни мое поведение, ни манеры не давали ему основания сомневаться в том, что я сказал. Но я так никогда и не нашел в себе храбрости признаться ему, что у меня есть сестра, и, что еще хуже, скрывал это от собственной жены. Я стыдился Марджери. — Тогда как вам следовало бы стыдиться самого себя, сэр? — взорвался кап. — Да она лучше, добрейше, благороднейшая из женщин, каких только Господь посылал в этот мир. — А я и стыжусь самого себя, — с горечью ответил мистер Бит. — Ведь на свой лад я любил Марджери. Я назвал в ее честь свою вторую дочь, но не осмеливался поддерживать с ней переписку. К тому же мне было немного обидно, что отец оставил ей все свое имущество, а меня в своем завещании даже не упомянул. Моя мать, мачеха Марджери, с самого детства приучила меня считать, что все, что принадлежит отцу, со временем перейдет ко мне. Поэтому я слегка, совсем немного, огорчился, узнав его последнюю волю, и перестал забирать на почте письма сестры. — Но вы же и так были богаты! — воскликнул Кап. — Тогда еще не был, — ответил мистер Бит. — Адвокат мистер Гарнет, с которым я познакомился по пути в Австралию и который всегда относился ко мне как к сыну, к тому времени умер, оставив мне небольшое наследство. Но мне, обиженному и разочарованному поступкам отца, оно показалось совсем пустячным. Мне даже представилось, что Марджери обманом лишила меня закона и доли наследства, и это как нельзя лучше подходило к моим обстоятельствам. А вернее, будет сказать, мои обстоятельства подталкивали меня искать предлога, чтобы отдалиться от нее. Я убедил себя, что не солгал, когда сказал жениным родным, что у меня нет ни братьев, ни сестер, ведь Марджери была моей сестрой только наполовину. Я решил, что, будучи отцовской единственной наследницей, она достаточно обеспечена и вплоть до сегодняшнего дня понятия не имела о том, что она жила за счет благотворительности всего на шесть шиллингов в неделю, тогда как моя семья благоденствовала. — На самом деле все обстояло гораздо хуже, — сказала я. Марджери лишилась своего пособия еще на Михайлов день и с тех пор жила в проголодь. Она была вынуждена заложить все, что имела. — О, Боже, — простонал он, — сумеет ли она когда-нибудь простить меня, ведь она была здесь дважды и видела, как богато и благополучно мы живем. Она что же, просила вас что-нибудь мне передать? Вы пришли, чтобы просить у меня помощи для нее? — Марджери пропала, — сказала я изо всех сил, сдерживаясь, чтобы не заплакать. — Женщина, у которой она снимала комнату, велела ей съехать как можно скорее, и теперь мы не знаем, куда она ушла. Мы пришли в надежде, что вам что-нибудь о ней известно. Мистер Бит ничего мне не ответил, только заходил взад-перед по комнате, стараясь, видно, справиться с обуревавшими его чувствами. И такого страдальческого лица, как у него, я никогда в жизни ни одного мужчины не видела. Он все бормотал. — Бедная моя матчери, бедная, бедная Мэгги! И твердил это опять и опять. Наконец, успокоившись немного, он вернулся к камину. — Нужно ее искать, — сказал он. Я ведь еще не рассказал вам, как моя тайна выплыла наружу. Вчера вечером я прочитал в Таймс объявление, адресованное Марджери Бит, проживавшей на Бидовой ферме в приходе Кондровер, наследнице Джейкоба Семистера и дочери Марджери Семистер, жены Джона Бида. Оказалось, что некое давнее судебное разбирательство подошло к концу, в результате чего Марджери признана единственной наследницей упомянутых лиц по праву представления. Как видите, утаивать дальше ее родство со мной стало невозможно. В газете значилось и название земли, которую я приобрел, то есть старой фермы моего отца и имя самой Марджери. Так что прошлой ночью я все рассказал своей жене. Я удержалась от дальнейших расспросов, хотя мне до смерти хотелось узнать, как отнеслась месть Бит к тому, что ее муж так долго скрывал от нее свою сестру. Он и без того выглядел несчастным, да и во всем доме каких-либо признаков веселья и оживления что-то не замечалось. Словом, я больше его на этот счет не расспрашивала, и он больше ничего об этом не говорил. — И что же у Марджери теперь будет много денег? — поинтересовалась я. — Этого я не знаю, — отвечал он. — Все, что теперь нужно, — это разыскать ее, а я постараюсь сделать все, чтобы искупить мою вину перед ней. Каким же я был безумцем! Мне показалось, Капу пришлось по душе это признание, потому что его лицо немного прояснилось, и он заговорил совсем другим тоном. Мы условились о том, что станем делать дальше. Стивен Битт на следующий день отправится в Торнбери, чтобы разузнать, не появлялась ли Марджери там. Кап продолжит наводить справки на вокзале по городу. Моей задачей было сидеть дома и ждать, а вдруг крайняя нужда все-таки вынудит Марджери прийти к нам за помощью. Я знала, что у нее еще оставалось пол с северной, и это всем нам служило некоторым утешением, ведь была же еще надежда, чтобы на эти деньги она попыталась снять себе другую комнату. Кто знает, может быть, она решила вначале устроиться на новом месте, а уж потом сообщить мне, что съехала из своей мансарды. Но очень возможно, что она все-таки отправилась в Торнбери.